Музыка Горячее июльское дыхание степей пронизывало Самару накаленной И от того как бы тяжелый воздух плотно окутывал дома, улицы, людей Проникал даже в заросли, не оставляя и там места прохлади Казалось, город вымер Только редкие прохожие, да извозчики иногда появлялись на улицах Но и они быстро исчезали И этот солнечный базар над бурой, волгой, красный яр И вверх бегущий самолет живую Волгу мне дает За столом в редакции Самарской газеты Которая когда-то находилась вот в этом здании на углу Алексеевской площади Поскрипывало перо редактора, просматривавшего рукопись В углу кто-то шуршал страницами подшивки А рядом другой сотрудник вычитывал гранки Сквозь открытые окна в помещение проникал шум проезжавших мимо экипажей А иногда доносились с Волги гудки пароходов Вдруг резкий ветер вырвал рукопись из рук редактора Зашелестели гранки, зазвенели стекла Все повернулись в сторону хлопнувшей входной двери А от двери загремел громкий голос Здорово, братья-газетчики! Дядю Геляя, примите! Владимир Алексеевич, какими судьбами? Давно ли в Самаре поднялся навстречу вошедшему редактор? Какими судьбами? Да вот из Москвы до Рыбинска поездом А там купил билет на пароход и прикатил к вам Ну, а с пристани прямо на вокзал В Москву надо, дел много Смотрю, однако, время еще есть Куда деться? Ну и решил к вам заскочить А через минуту все в редакции уже были знакомы С Владимиром Гелировским Дядей Геляем, как его звали и в Москве И по всей России Расспрашивали, как там Москва и москвичи Москва газетная Как живут его трущобные люди и люди театра Расспрашивал и Гелировский, которого интересовало все От доходов бурлаков и крючников до тех пьес, которые шли на самарской театральной сцене Ну, а как цензура? Зажимает или жить можно? Что судаки не перевелись возле Самары? Тем хватило бы, кажется, и до завтра Если бы через час Гелировский не спохватился и не побежал на поезд Бывая на Волге, Гелировский подолгу всматривался в нее Гладил рукой ее волны Слушал, что они ему шепчут А потом присаживался на какую-нибудь лежащую на берегу корягу И писал «Волга, близкая, родное, в этом имени таится Это слово дорогое заставляет сердце биться Протаренная сакмою, наклонившись над песками Тянут барку бичевую, бурлаки перед глазами Как их лица почернели от усталости и пота Как они протяжно пели, чтоб легка была работа Укачала, уваляла, глуха песня раздавалась Нашей силушки не стало Грустно эхом повторялось Создались борьбы законы Здесь совсем необычайны И несутся эти стоны Вплоть до Рыбинска и Майны Оказываясь в Самаре, иногда Гелировский бывал у учительницы И поэтессы Елены Буланиной, которая сотрудничала с Самарской газетой Публикуя в ней свои стихи и рассказы В редакции с ней познакомился и Гелировский Узнавший о том, что в доме Буланиной часто бывают пишущие самарцы А также актеры и писатели, оказавшиеся в Самаре проездом или на гастролях Племянница знаменитого композитора Бородина Елена Буланина любила музыку С которой сроднилась еще в детстве И по вечерам из окон ее комнаты В небольшой тенистый сад, окружавший дом Часто неслись звуки рояля, скрипки Или чтения стихов и прозы В одном из писем Гелировскому Буланина рассказывал, например, о вечере знаменитого пианиста и скрипача Казимира Богуславского Который тоже оказался в Самаре проездом и заглянул к ней на огонек Богуславский много играл на скрипке и на рояле Мендельсона, Бетховена, Бородина Вечер удался, написала Буланина Сохранившиеся письма Буланиной Гелировскому говорят и о том, что именно он вел ее в круг московских литераторов Безмерно вам благодарна, писала Буланина в одном из писем Мне очень приятно, что стихи, посланные вам для помещения в каком-нибудь журнале, понравились вам А в 1901 году в Москве увидел свет поэтический сборник Буланиной, который назывался Раздумья Эта книга тоже рождалась здесь, в Самаре, за тем самым столом, за которым Буланина писала письма ее доброму гению Владимиру Гелировскому Нет поэтому ничего удивительного и в том, что в сборник вошло стихотворение, посвященное ему же, дяде Геляю Средь полей лесов дремучих Волга шепчет в берегах О борцах своих могучих и о славных временах О тебе, борец удалый, говорит волна с волной Приходи, поэт усталый, к Волге-матушке родной Как увидишь Волгу, горы Глубь лесов и ширь степей Вновь огнем заблещут взоры Дрогнет песнь в груди твоей Призрак грозного Степана На утес косматы свой В дымке лунного тумана Тихо встанет над рекой Для тебя тот призрак встанет Для тебя его певца На тебя с утеса взглянет Тень удалого борца О многом рассказывали Гелировскому Волга и самарцы О многом мог бы рассказать И рассказывал он сам Дядя Геляй Гелировский Например, о том, где прошло его детство А прошло оно в дремучих домшинских лесах Где медведи ходят, не стесняясь А волки бегают по степям целыми стаями Там через дремучие леса бежит быстрая речка Тошня А за ней начинаются болота И уже за болотами находятся скиты раскольников Куда доступ есть только зимой Да и то по тайным нарубкам на деревьях И чужому эти нарубки век не приметить А разбросаны эти скиты по высоким местам Поросшим красной сосной Когда мальчику исполнилось пять лет Дед привез с ярмарки азбуку И сам стал обучать внука грамоте А вот другим его воспитателем Был давний друг отца Беглый матрос Китаев Бывший крепостной Обладавший неимоверной силой Этот Китаев один на один Ходил с ножом на медведя Жонглировал бревнами И приучал мальчика лазить по деревьям Ездить верхом и плавать через быстрые реки В 1860 году отец Геллеровского Получил место чиновника в губернском правлении И вся семья переехала в Вологду Вот там-то Геллеровский вступил в первый класс Вологодской гимназии И в первом же классе остался на второй год Но зато там же, в Вологде В гимназические годы Он открыл для себя мир театра И приобщился к цирку Как-то осенью, когда на городской площади Раскинулся цирковой шатер Манивший рекламой Он проник туда И в два года постиг Тайны циркового искусства Став недурным наездником и акробатом А еще начал писать стихи И не переставал писать их уже никогда До самого конца жизни Писал обо всем, что запомнилось И всколыхнуло душу Но чаще всего Все о ней же О Волге Все-то мне грезится Волга широкая Грозно спокойная Грозно бурливая Грезится мне Та сторонка далекая Где протекла моя Юность счастливая Помнится мне На утесе обрывистом Дубы высокие Дубы старинные Стонут они Когда ветром порывистым Гнутся Ломаются Ветви их длинные Воет погодушка Роща колышется Стонут сильнее Все дубы громадные Горе тяжелое В стоне том слышится Слышится Грусть До тоска Безотрадная В Самаре Гелеровский Бывал не раз Чаще всего Проездом Но иногда Выбирался И специально Побродить По Самарским Степям Или Посидеть В знаменитом На всю Волгу Струковском Саду Благоухающим Черемухой Белые Лепестки Которой Засыпали Все его Аллеи Хорошо было Сидеть Здесь В Струковском И посмотреть С высоты Обрывистых Берегов На Ласкающую Глаз И душу Ширь Родной Волге А то Вместе С рыбаками Взять Лодку И добраться До Ширяевского Буэрака А то Вот еще Перемахнуть Маленькую Речушку Сок И побродить В окрестностях Царева Кургана Особенно Нравились ему Подступы К этому Кургану Небольшие Полянки Которые Пересекали Извилистые Дорожки И тропинки Да Хорошо было Бродить По Волжским Берегам Посидеть Где-нибудь У костра С рыбаками Отведать Волжской Ушице Пахнущей Этим самым Кстерком А то И окунуться В Волгу Лучшего отдыха Он себе даже Не мыслил А потом Снова Москва Газетная Трущебные Люди Люди Театра Суета Не имевшая Ничего Общего С этой Волжской Тишиной Правда Если бы Не было Этой Суеты И трущоб Вряд ли И Волга С ее Тишью Влекла бы Гелировского Суета Давала Темы Слова И деньги Березки Фрески Фрески Монастырь С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров